на каждой на каждой рыбалке конечно мы применяем разные способы потому что все таки разные условия разные реки разные глубины и разный рельеф поэтому практически каждый день мы ставим какие-то новые монтажи экспериментируем и пробуем например если вчера мы ставили по большей части донные снасти и ставили только одну растяжку на дерево то сегодня мы поставили больше снастей на поверхности воды то есть с поверхности донных у нас сегодня нету вот первое удилище мы поставили вынесли его на коряжечку сделали такую искусственную привязали туда разорванную леску и опустили в густерочку резкий обрывистый берег который стеной уходит вниз я прошел специально в зитных тапочках прощупал дно глубина там сразу возле берега под шею вся стенка она изрыта раками сом очень любит на дунае раков по нашему мнению должен должен там выйти должен выйти на эту полочку такую которую на глубине находится должен подойти до поискать раков на втором удилище второе удилище мы вынесли очень далеко то есть где-то метров за 100 если не больше даже метров 120 у нас она стоит на затопленном корче мы тоже привязали разорванную нагрузку и подцепили для жереха дальняя точка это дальняя коряжечка интересное место это коряга которая лежит на бровке на мелководной бровке глубина там резко понижается от колена до по шею одну снасть мы решили вынести немножко на струю на струю там часто гуляют жерех причем крупный жерех видно что крупные жерех будем надеяться что сом поднимается или утром или ночью будет подниматься все-таки на поверхность где-то на фарватере ближе к фарват не фарватеру к основной глубине дуная то есть там глубина 16 14 метров надеется что заинтересуется нашим да кстати мы поставили буй за коряжкой метрах в 20 за коряжкой немножко перестраховали себя чтобы рыба не ушла в корчи и на поверхности мы поставили живцы мы последнее наше удилище мы решили поставить тоже очень интересном месте от берега коряга идет в воду в начале коряги очень мелко а потом тоже резкий обрыв и получается что последнее колено она как раз таки находится на поверхности воды но она находится над глубиной поэтому как раз таки вот в этом месте мы поставили на фидер там шла под этой коряжкой густера и постоянно там бьет жерех вот и около возле берега мы там ловили щуку то есть принципе рыба там всегда стоит поэтому я думаю что тоже нужно выходить наведываться покушать вот ну и все в монтаже у нас как бы три они вверх по течению реки стоит и один у нас вниз то есть мы захватили дистанцию примерно четырьмя удилищами с одного места будем считать где-то там на 120 ну и там у нас немножко по шакарчи мешают метров семьдесят метров 200 мы накрыли как бы будем считать так накрыли немножко перестраховались разные пробуем разных живцов разные глубины и разные монтажи будем смотреть как сработать наша тактика сегодня сегодня завтра утром корч а Смотрите продолжение в следующей серии Водит меня как будто у себя дома Блин Смущает как он там подцепился Еще хочу показать Один очень интересный Очень полезный узел Именно для растяжек Для ловли с буйком Когда нужно например презентовать Наживку На глубине С поверхности на полтора метра Можно поставить на 9 метров Не важно в принципе сколько Но когда нужно сделать прямой угол Вот такой от шнура Например там разрывная леска Вот идет Скоряга будет Прямой угол вниз сделать Не надо ни ки Раньше я думал Хотел покупать себе Клипсы троллинговые Какие то резинки вязать Непонятно что Есть идеальный узел для этих целей Показал его однажды на форуме Евросом Парень Марсель Я считаю Что по праву называть этот узел Узел Марселя Вот наша грузила Мы отмеряем Например нам нужно там 50 сантиметров Чтобы у нас Грузила находилась на глубине 50 сантиметров Дальше будет типа водок Берем разрывную леску У меня сейчас 0,35 На основной плетенке Делаем Вот такую обычную Петлю Обычная петля Вот она вяжется Оп Обычную петлю сделали Дальше Разрывную леску В эту петельку И вяжем Простой узел Клинч То есть Вокруг своей оси Обмотали 3-4 раза Обратно в эту петельку Завели Обычный узел Клинч Кто не знает Посмотрите в интернете Как вяжется Узел клинч Все затянули Теперь самое главное Теперь Нашу плетенку Растягиваем Две стороны Затянули Затянули до узла И теперь С усилием Выпрямляем Нашу плетенку В этот момент Узел клинч Выворачивается В другую сторону Вот так Все Все готово Теперь разрывная леска У нас На плетенке Не двигается Ни вверх Ни вниз Вот мы Раскремили Узел вывернулся Никуда он То есть Ни вверх Ни вниз Не дергается Узел у нас готов То есть Перпендикулярно У нас вниз Идет Грузило Живцом А вот тут У нас Коряжки Бую Привязана Разрывная леска Вы можете Тянуть В любую сторону Все очень надежно Когда происходит Разрыв То есть Привется Непосредственно Вот на этом узле Плетенка у вас В прямую линию Никаких лишних Элементов Ничего дорогостоящего Просто Отличный Надежный узел Называется он Марсель Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 волки, один стик, один твичинговый воблер, твичинговых может парочку, ну то есть вот так вот, уделяю время. Если, например, воблер отбраковывается, я, например, уже на его место покупаю другого представителя класса, еще одного представителя класса, ну то есть в каждых размерах, там ультралайтовый, лайтовый, тяжелый тоже по одному, то есть у меня нету в горы воблеров, они всегда как бы что-то отрывается, покупают все новое, но мне лично так намного интереснее, чем здоровенная коробка, не знаю, что выбрать, чему уделить время, я вот люблю докапливаться до глубины души к приманкам. Такое у меня отношение к приманкам, в принципе. То есть остаются в коробке только единицы, проверенные боем, которые действительно достойны на это? Да, в принципе у меня как бы даже не единицы, у меня дома стоит станция, в которой как бы лежит все, а на рыбалку я беру небольшую коробку, то есть я подстраиваюсь под условия, ну то есть определенные, если водоем незнакомый, то беру конечно побольше приманок, а если водоем незнакомый, то беру только то, чем я действительно буду пользоваться, то есть я весь чемодан с вами тяну, то есть у меня там на рыбалку до 10 приманок, потому что я реально понимаю, что уделить время большему числу воблеров, резинок, просто нереально за рыбалку, а так я понимаю, что это будет работать, это мне вообще не нужно, то есть например попперам, не знаю, мне 12 метров я наверно вряд ли буду ловить. Мы вот с тобой оборвали в принципе немалое количество воблеров, был и хороший Смит, у меня оторвал, отстрелился джек-аут, то есть как бы приманки дорогие, отстреливаются, но как ты к этому относишься? Ой, на шутчевосос, на самом деле никаких там расстройств души у меня нет по этому поводу, я понимаю, что это как и флюрокарбон, как и плетенка, застежки, это все расходы, просто к нему нужно относиться более внимательнее что ли, подгадывать как бы силу заброса там подбирать, ну такое, то есть банальные отстрелы тоже не достичаются, но старайся к этому бережнее относиться, но когда обрывается, как бы вот все, пока, до свидания, как бы так, не более, не более, идешь в следующий человек, потому что понимаешь, что расстраиваться по таким мелочам не стоит, это все как бы куплено не за последние деньги и будет таких еще приманок как бы вагон. Спасибо. 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 Спасибо.